Павел Николаевич, какую поддержку КПРФ оказывает? Сейчас они, может быть, очень сильно заняты выборными вещами? Или все-таки по-прежнему помнят о проблеме совхоза? Ни на секунду, ни сама КПРФ, ни руководство, ни Геннадий Андреевич Зюганов, как председатель партии, нас не оставляет. Просто у них не простое время. Они пишут различные письма в различные инстанции. Другое дело, что власть... Мы же фактически два разных лагеря. Идеология совершенно разная. У руководителей страны, у тех, кто власть имущая, у них капиталистическая идеология, а у нас социалистическая. И для таких, как руководители ЦК, КПРФ, для Геннадия Андреевича, непонятно, почему предприятие всю жизнь вкладывает все в развитие поселка, страны. Для людей. Да, для людей. И вдруг его начинают гнобить опять же власти. Потому что там он уже неоднозначно высказался, что да, действительно, судебная система, правоохранительные органы, прокуратура, да и, в общем-то, Единая Россия, правящая партия, она вся настроена на уничтожение совхоза. И что бы они ни делали, они еще, по-моему, очень сильно злятся, что мы еще живы и, мало того, показываем прекрасные результаты. Потому что, ну, покажите мне хоть одно предприятие, которое руководит Единой Россией или там выходцами из Единой России, которое бы показало такую зарплату или такой доход, как у нас. В сельском хозяйстве средний доход работников без руководителей, у нас там 10 человек руководителей, составляет 100 тысяч рублей вот у нас. Ну, покажите еще одно такое предприятие. Покажите такие социальные, меры социальной поддержки. Я вот говорил, что у нас же беспроцентные суды на 15 лет. Это как раз наследие социализма. Потому что я сам, будучи молодым специалистом, получил беспроцентную суду на, фактически, на вот этот дом, который меня сейчас отсудили. Он же был построен, фактически, совхозом, передан мне, как молодому специалисту, а потом я его достраивал вот этими руками. Вот в результате их вот махинаций я теперь вынужден, скажем так, они приняли решение о том, что забрать у меня и дом тоже. Вот и все. Ну, и честно, ни один из единороссов не может похвастаться такой социальной нагрузкой, как у нас. Вот построил кто-нибудь поликлинику бы и содержал ее. Или построил бы кто-нибудь школу и содержал ее, фактически. Бесплатные кружки, которые мы сейчас содержим, это обходится довольно большую сумму денег. Павел Николаевич, ну, если на национальное правосудие надежды нету, по крайней мере, вот в этот период времени, ну, мы видим по факту, какие чудные решения принимаются в отношении вас и предприятия. А скажите, может быть, совершаете какие-то вы все-таки попытки обратиться в европейский суд? Мы обратились уже. Совхоз имени Ленина обратился, и акционеры обратились туда. Но я имею в виду не те, которые, бандиты, которые незаконно получили акции, а те, которые реально работают. Ну, ведь надо же понять, есть два вида акционеров. Акционеры, которые работают в предприятии, и главная задача, чтобы зарплата увеличивалась. И акционеры, которые вот это, мы тут сидим, а денежки идут, которые ничего не хотят вкладывать, а хотят только получать. Пассивный доход, да? Ну да. И поэтому вот антагонизм этот, он всегда был и всегда будет. Почему мы всегда принимали решение не платить дивиденды? Потому что лучше, пускай поднимается заработная плата, чем какие-то люди начинают совершенно непонятно приходить раз в год и получать какие-то доходы от нашего труда. Поэтому никогда, пока я директор, не будет никаких дивидендов. Это их злит. Они же уже вложили деньги в подкуп судей, в различные махинации с акциями. Это тоже не бесплатно же у них. Поэтому они уже три года вкладывают деньги в захват предприятия, а у них ничего не получается. Я думаю, что только благодаря Геннадию Андреевичу и тому, что я был кандидатом в президенты, меня еще не посадили. Потому что основной принцип российского рейдерства такой. Ты должен возбудить уголовное дело на главного акционера или на руководителя, посадить его в тюрьму и после этого разваливать предприятие. И многие вещи связаны, мы просто видим, это уже на протяжении многих лет, когда под домашний арест в лучшем случае, в камеру, а после этого приходят и говорят, подпиши этот документ, тогда тебя выпустят. Это все. Это такой захват. Об этом, кстати, президент говорил в 15-м году. Он говорил о том, что 200 тысяч предпринимателей за год взяли, возбудили уголовные дела, отжали бизнес, а потом отпустили. Он об этом говорил. Прямо этому федеральному собранию. После того, что изменилось что-нибудь? К сожалению, ничего. Те самые правоохранительные, которые этим занимались, остались на своих местах. А те самые предприниматели, которые пострадали, в 99% случаях, лишились своего бизнеса. Ну что вы считаете, неудобно перед международным сообществом взять к дедаку президента? Подождите, кого интересует международное сообщество? А почему тогда вы считаете, что это вас защищает, ваше кандидатство? Нет. Подождите, я не об этом. Причем тут международное сообщество? Международное сообщество, оно считает, что условия ведения бизнеса в России не лучшие и где-то на уровне африканских стран. Они просто рейтинги составляют. И все меньше и меньше желающих иностранцев вкладывать деньги в Россию. Это мы видим. Даже по самым крупным. У нас тут должна была строиться Икея. И они проекты мне показывали. И все это было. И они оформили себе земельные участки. А потом бросили это делать. То же самое. Не развивается. Там крупнейшие сети типа Люра, Мирельен, Ашан. Все либо остались. То есть не развивают свой бизнес. Либо вообще уводят его отсюда. Это связано в том числе и с экономической политикой. С защитой инвестиций, которых по сути своей нет. Потому что когда я стал директором предприятия, у нас основных фондов было 100 миллионов. Сейчас 9 миллиардов. То есть мы всю жизнь не платили дивиденды, а вкладывали все в развитие предприятия. И поэтому мы стали предприятием эталоном. Таких предприятий практически уже в России нет. А те, которые, казалось, воровали, грабили, уводили деньги за рубеж, как это случилось с нашим оппонентом. Ну да, мы видели недавно статью. У него яхта на миллиард долларов. Или на миллиард рублей. Что-то такое. Она говорит, яхта-то у него есть. А колхоза Горького нет. Дом на Рублевке есть. Про него даже Навальный что-то там показывал. А колхоза Владимировича нет. И коров там нет. И полей нет. И птицефабрики нет. Ничего нет. И людей там, к сожалению, уже никто, пенсионеров не поддерживает. Бегают они тут и пытаются заигрывать с нашими бывшими работниками, с пенсионерами. Но все же говорят, слушайте, а вы что сделали-то в колхозе? Владимировича, а вы пойдите туда, вот на 9 мая можно поехать спросить у ветеранов, у детей войны. А как вам помог Рота Агро? Агро-основа. Вот это вот, которые там, все эти люди, которые там ходили, рассказывали о светлом будущем. Потом взяли, все уничтожили, а поля начали застраивать многоэтажными домами. Поэтому людей можно, конечно, обмануть. Они у нас доверчивые, к сожалению. Но все время обманывать нельзя. Все время всех обманывать, это в конце концов получить негатив. Ну, Павел Николаевич, мне кажется, так укоренилось уже и даже у молодых общество потребления такое, что главное деньги. А вы какими-то идеями пытаетесь жить? Я не согласен с этим. С утверждением, что народ наш, после того, как объявили общество потребления, стал весь… Нет. Тогда бы не было такой огромной поддержки детей, которым собирают деньги на операции. Тогда бы они не помогали… Нет, подожди. Нет. Есть совершенно разные люди. Вот я, побывав на съезде КПРФ, увидел очень много молодежи. Это когда вы были? Это было в прошлую субботу. И очень много молодых, а я когда ездил, будучи кандидатом президента, я объехал больше 20 регионов России. И везде встречал вот эти горящие глаза молодых коммунистов, которые хотят… Я, кстати, рассказывал, в Башкирии мне очень понравилось. Там четыре друга, закончившие школу, значит, в поселке. Ну, там человек, наверное, может, тысячу пять в этом поселке живет. Организовали цех по переработке мяса. Там много мяса в Башкирии. Вот. И стали такими бизнесменами. Ну, они спортсмены. Значит, всегда занимались спортом, боксом, по-моему, ну, еще не каким-то боевым видом спорта. А потом они на свои деньги, заработанные от мясопереработки. Построили спортивный центр. И бесплатно принимают там детей. И вот тебе реально люди, которые… Нет, где-то там, значит, как заработали денег и увезли, там, купили себе квартиры в Москве или еще где-то. Ну, это вывели все и живут счастливо. Нет, именно те, которые вложили детей, потому что когда-то они ходили бесплатно в секции у себя в поселке. А такие, знаешь, сколько народу… А почему о них тогда не рассказывают по центральным каналам? Ну, вот если бы не вы, я бы не знал. Потому что по центральному каналу показывают только плохое. Ну, потому что, ну, можно уж «Дом-2» пиарить или там каких-то, знаешь, как «Чернуха», «Порнуха». Это же все… Кстати, ты прямо один-один, как Геннадий Андреевич Зюганов, вопрос задаешь. Почему, например, опыт передовых хозяйств, которых он называет народными предприятиями, не показывают по центральным каналам телевидения? Ну, недавно по поручению президента, Геннадий Андреевич добился того, что проходил круглый стол в онлайн-режиме со всеми субъектами федерации, ввел в медсельхоз его, о том, как нужно хозяйствовать, чтобы деньги не уходили… С участием народных предприятий. С участием народных предприятий, да. И об этом кто не знает? Ни одно средство массовой информации, федеральное, так называемое, не показало этот круглый стол, который проводился по поручению президента. Ну, потому что это табу, это нельзя показывать, потому что люди же точно так же захотят. И придут к своему агрохондингу и спросят, а что это вы? Вроде как деньги заработали, а школу не отремонтировали, а дороги нет, а пенсионерам к Новому году даже подарки, даже открытки не прислали. Хотя вы работаете на их земле и на том, что они веками создавали. Это же вопросы начнут задавать. Поэтому лучше не показывать ни положительный опыт народных предприятий, ни ситуацию, которая складывается… Мы же много добиваемся. Ты видел, мы тут отправляли 91-й конвой на Донбасс. 91-й? 91-й, да. Кто-нибудь показал это по Центральному каналу? А вот фраза, что там было сказано, 11 тысяч тонн продовольствия было коммунистами со всей страны, собраны и отправлены в тяжелые вот эти вот боевые точки. 11 тысяч тонн. Если бы машину поставить около… А мы 91-й канал отправили из совхоза Ленин. Ну, там по дороге к ним присоединялись из южных территорий нашей страны машины. Ну, там 3-4 машины обычно от нас уходило, а дальше там они… Так вот, если бы машины посчитать, выстроить их, то первая машина стояла бы в совхозе Ленина, а последняя в Донецке. То есть, понимаешь, насколько этот поезд бы растянулся. И кто-нибудь об этом рассказал? Поэтому замалчиваются все хорошие дела, все успехи. Ну, какая разница? Мы же не для того, чтобы об этом рассказывали, а для того, чтобы быть абсолютно, так сказать, честным. Потому что патриот не тот, который все время орет и бегает там с флагом, а тот, который реально на территории у себя, в поселке, в совхозе, делает какие-то реальные дела, которые позволяют жить всем остальным лучше. Вот и все. По принципу, который прозвластил президент Путин, мотыжить вокруг себя, да? Свою грядку. Главное, чтобы слова не расходились с делами. Это точно. Потому что ведь это же очень важно, чтобы люди, кто через 25 лет, после того, как я стал руководителем, я не рассказывал, тебе был такой интересный эпизод. Когда меня выбирали в 95-м году, на трибуну вышел Алексей Петрович Петухов. А он был соседом у меня. Мы вместе жили на одной лестничной площадке. И он видел меня с такой возраст, как я рос. И он выходит и говорит, Павел, мы тебе доверим сегодня, но если ты нас обманишь, мы тебе этого не простим. Ты по совхозу пройти спокойно не сможешь. А через лет пять, наверное, он подходит ко мне и говорит, слушай, молодец, ты все, что обещал, все сделал. И до сих пор ходите? Ну, он, к сожалению, он был в возрасте, и его уже нет в живых. Я совершенно спокойно хожу по совхозу, ты же видел, да? И кроме благодарности, ничего мне никто не говорил. И даже вот эти вот эти зазазисты и всякая шушера бегают меня стороной. Нам уж ничего не скажешь. Поэтому так и нужно жить. Жить там, где ты работаешь. и делать все так, чтобы люди, которые живут вокруг тебя, жили точно так же, как ты. и делает все так, как ты. Продолжение следует...